По номеру. Просто очень часто мы видим, что в номерах стоит. Здесь номер есть. Где? Ну, с одним номером ездить нельзя. Вот здесь, да? Он не ездит, он, например, стоит. А, не вижу, на что ссывается? Он стоит, мы сделать ничего не можем. Он стоит, целое место постоянно занимает. Не правильно. Он стоит как-то индикулярно. Сегодня состоялся рабочий выезд депутатов Саратской городской думы, представителей муниципального контроля, представителей районных администраций, ГИБДД города Саратова. Например, того, что раньше в комиссию, в администрацию, к депутатам выступали обращениями о том, что у нас участили случаи размещение автотранспортных средств на дорогах общих пользованиях, которые стоят не то что днями, а неделями, и зачастую мешают обзору движения, и стоят в тех местах, где просто депутат мест поставить тяжело. ставят заброшенные газели, довольны тем, старые автотранспортные средства, и зачастую даже без номерных знаков, которые приезжают, ставят на год, на полгода, и размещают огромные конструкции. Часто вносят изменения в эту конструкцию, бывает такое, что не вносят, а просто используют определенную пустоту в законодательстве и размещают. Мы на комиссии по транспорту, промышленности, рекламе эти вопросы рассмотрели и решили посмотреть, как это на деле происходит. Выявили несколько случаев, по которым здесь возможно штрафовать, или если не штрафовать, если это востребовано, то хотя бы это каким-то образом либерировать. Первое, где такие автотранспортные средства стоят, и стоят с нарушением правил дорожного движения, то здесь подключаются органы ГИБДД, и они здесь штрафуют за неправильную парковку, за неправильное расположение транспортных средств. В тех местах, где машины стоят, и в них внесены изменения в конструктив, то их также ГИБДД имеет право штрафовать за внесение изменений в автотранспортные средства. Там, где стоит какой-либо автомобиль и мешает обзору рядом проезжающих машин, то здесь ГИБДД тоже может штрафовать за то, что машины стоят и создают огромную помеху другим автотранспортным средствам. Это раз. Второе, есть статья в кодексе об административных нарушениях, которая гласит о том, что можно штрафовать автотранспортные средства, если оно используется только для размещения рекламы, но и само собой передвигается. То здесь данная статья не подходит по одной простой причине, что автотранспортные средства привезли, поставили на одной из центральных улиц, оно размещается и не перемещается. То здесь мы решили, что можно вносить изменения в кодекс об административных правонарушениях. Мы будем в городскую думу выходить с такой инициативой и через областную думу, надеюсь, внесем данные поправки. Помимо всего прочего, в результате рейда поднялась такая проблема, что у нас также есть заброшенные машины, которые без опознавательных знаков, зачитывают даже разбитые. Также когда мы стоят на муниципальной земле и являются определенным хламом, и с которыми сделать ничего нельзя, она вроде бы и стоит, но у нее нет уже и владельца, там уже и определенная свалка, место жительства даже для кого-то, наверное, образовалось, ну и так в рамках юмора, то необходимо определить порядок, определение, что это без хозяина имущества, и дальше его эвакуировать и через определенную процедуру через резину, тогда это на самом деле заброшенные вымощенные улучшения. Поэтому такие вопросы мы рассмотрели, и один из вопросов, когда, вот как, например, сегодня «Газеля», которая у меня стоит, она стоит вообще на зеленой зоне, то здесь явное нарушение правил благоустройства, явное нарушение 104-го закона Саратовской области об административных нарушениях, здесь тоже будет составлен определенный штраф. Поэтому по каждой машине сегодня будет проделан на мероприятии и будут вынесены определенные предложения страны и мэрии, и депутатов городской думы. И идти в этот случай.